В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Сегодня мы будем говорить с вами об итогах недавних местных выборов в Украине и конституционном кризисе, который возник после решения Конституционного суда Украины о фактической остановке антикоррессионной реформы. Почему на фоне утверждения руководителей президентской партии «Слуга народа» о ее победе на состоявшихся 25 октября местных выборах в Украине, эксперты заявляют о личном провале на этих выборах президента Владимира Зеленского? И почему предложение главы государства по выходу из конституционного кризиса не находит поддержки в Верховной Раде даже среди его собственных сторонников? Ответ на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии политолог Виктор Таран. Здравствуйте, Виктор. Витаю вас. И на связи по скайпу главный редактор агентства РБК Украина Сергей Щербина. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Виталий. Перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о том, что же произошло в результате местных выборов и о причинах институционного кризиса в стране. 25 октября в 24 регионах Украины состоялись местные выборы. Украинцы выбирали мэров городов, глав поселковых и областных советов, а также депутатов советов всех уровней. По данным Центральной избирательной комиссии явка в ходе голосования составила 37 процентов, и это на 10 процентов меньше, чем на выборах пять лет назад. Причина низкой активности не только пандемия коронавируса, но и разочарование избирателей как в старых, так и в новых политических силах. Партия президента страны Владимира Зеленского, «Слуга народа», не смогла провести своего выдвиженца на пост мэра ни в одном из крупных городов Украины. Наибольшее количество депутатских мандатов правящая партия получила лишь в четырех областях. Тем не менее, в целом по стране «Слуга народа» все же стала лидером этих выборов. Президентскую партию «Слуга народа» на местных выборах поддержали 14,5 процента избирателей. На втором месте, согласно информации Центр избиркома Украины, «Батькивщина» Юлий Тимошенко – более 10 процентов. На третьем партия «За майбутне», «За будущее» Игоря Коломойского – более 9 процентов голосов. На четвертом месте оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука – около 9 процентов. И замыкает пятерку победителей «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 8,5 процента голосов избирателей. Критики власти называют результат партии Зеленского, получившей почти в три раза меньше голосов, чем на состоявшихся в июле 2019-го парламентских выборах, провалом. В условиях продолжения падения популярности и «Слуги народа», и действующего президента, власть в регионах фактически окажется под контролем оппонентов Зеленского. И это может быть еще одним поводом для обострения внутриполитической ситуации в стране. Кроме неудачи на местных выборах, у шестого президента Украины появилась еще одна проблема. Конституционный суд в конце октября остановил антикоррупционную реформу. В частности, фактически суд отменил систему электронного декларирования доходов чиновников. Как выяснилось позже, как минимум трое судей, проголосовавших за такое решение, имели конфликт интересов. Против них расследовались дела о неточностях в декларациях о доходах. Борьба с коррупцией – краеугольный камень отношений Украины с Западом. Решение Конституционного суда, как заявил бывший премьер Арсений Яценюк, не просто подрывает антикоррупционную реформу, но и угрожает перспективе членства Украины в Евросоюзе. Президент Зеленский в конце октября собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение игнорировать вердикт Конституционного суда. Дело не только в этом решении суда, а в общем, в действиях отдельных лиц, направленных на нарушение общественного договора в Украине, на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашей страны. Мы должны не допустить ни того, чтобы эта проблема начала решать по своему усмотрению улицы, ни того, чтобы это или какое-либо другое решение Конституционного суда использовалось нашими врагами для дискредитации Украины за рубежом. В конце октября у здания Конституционного суда митинговали активисты, обвиняя судей в выполнении политических заказов Кремля и украинских олигархов. А президент Зеленский тем временем предложил Верховной Раде распустить нынешний состав Конституционного суда и избрать новый. Однако в парламенте пока не спешат рассматривать инициативу Зеленского. Многие правоведы и политики называют президентский проект антиконституционным и ведущим к узурпации власти. Как заявляет окружение главы государства, конституционный кризис в Украине может разрешиться уже в ближайшие недели. Сам же Зеленский сейчас находится на лечении в правительственной клинике Феофания после того, как накануне у него обнаружили коронавирус. Положительные тесты на COVID-19 получили также ряд членов правительства, Конституционного суда и руководители Верховной Рады. По последним данным в Украине зафиксировано уже более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Ну вот посмотрим на результаты местных выборов. Президентскую партию, согласно предварительной информации, поддержали 14,5% избирателей. На втором месте Батькивщина Юлия Тимошенко – 10%, на третьем за майбутни Игоря Коломойского – 9%, и на четвертом месте ОПЗЖ – 8,8%. Пятерка победителей замыкает партия «Европейская солидарность» – 8,5% голосовы избирателей. Но эти результаты ведь не учитывают популярности местных проектов, насколько я понимаю, которые тоже очень сильны на этих выборах. А социологические опросы, которые мы видели в последних дней, показывают, что есть такая большая тройка партий – «Слуга народа», «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчика, «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Причем, нужно сказать, что в некоторых опросах «Слуга народа» даже опустился на третье место, просил вперед ОПЗЖ и «Европейскую солидарность». Это тренд такой падения популярности партии «Власти»? Или это вообще уже не партия «Власти»? Падение рейтингов партии «Власти» в Украине в принципе тренд. Все годы и времена, это тоже правда, да. У нас очень редко, когда партия «Власти» удерживала рейтинги дольше одного года, но тут еще наложились те проколы, которые партия «Власти» допустила на экономическом уровне, на политическом уровне, внутренние конфликты, коррупционные конфликты в середине партии «Власти». Ну и самое главное, они за этот год не смогли, по сути, выполнить ни одного своего обещания. То есть не просто выполнить, а воплотить в жизнь, чтобы люди ощутили реальные какие-то изменения. Ну и самое главное, не было предложено никакие новые идеи для того, чтобы вывести экономику с кризиса. То есть на этом фоне, конечно, падение происходит. Сергей, вот лидеры партии «Слуга народа» наоборот говорят, что они вообще уверенно побеждают, пользуются доверием населения и вообще все хорошо. На самом деле вот все эти разговоры о падении их популярности, это исключительно технология злопыхателей. Мне кажется, что это в первую очередь провал партийного строительства. И проблема в том, что «Слуга народа» не смогла найти, очевидно, не смогла найти сильные кадры в регионах, не смогла построить нормальные ячейки в разных-разных регионах. Хотя, как монобольшинство, как парламентская фракция, в принципе, за этот период времени, наверное, уже была обязана это сделать, ну, хотя бы в каких-то базовых своих регионах. Этого не произошло, потому что, ну, достаточно посмотреть на результаты в облсоветах на юге Украины, где ведущая позиция занимает УПЗЖЛ и по местные проекты, хотя на президентских выборах это был, в принципе, базовый регион для Владимира Зеленского, как и на парламентских в 2019 году. Поэтому это проблема партийного строительства, проблема в том, что кадры не подобрали, не смогли привлечь к партию тех людей, которые могли бы обеспечить результат на местах, ведь местные выборы, они ценны чем? На местных выборах и результаты в Украине это показывают. Не так явно продается, в кавычках, повестка общегосударственная, сколько местная. То есть люди больше доверяют тем, кому они знают чуть ли не лично в своих населенных пунктах, в своих местах, где они живут. И вот тут, мне кажется, это самый главный технологический прокол услуги народа. Вот если говорить о самом раскладе силы, Виктор, по сути, мы возвращаемся к такой модели, которая была в Украине даже не в 2014 году после Майдана, а, может быть, даже в 2010 или 2004 году, когда есть две полярные политические силы. Это европейская солидарность Петра Порошенко, которая наращивает рейтинги, говорит о европейской интеграции, о противостоянии в войне с Россией и так далее. И оппозиционная платформа «За жизнь», которая тоже наращивает рейтинги и говорит о том, что с Россией нужно найти понимание, что Майдан был государственным переворотом и так далее и тому подобное. Полярные взгляды, как когда-то у партии регионов и нашей Украины Виктора Ющенко или Батькивщины тогдашней Юлии Тимошенко. А слуга народа как бы в центре этого противостояния, но теряет популярность. Будем объективными, что такая поляризация, она до поры до времени так успешна. Потому что на мою субъективную мысль, если мы посмотрим на сейчас рейтинги европейской солидарности, это около 22%, то это робо-вариаттые рейтинги, которые в свое время имел Виктор Ющенко и нашу Украину, про которую ты вспоминал. То есть это робо-вариатт, это та планка, это та высота, которую можно досягнуть именно на такой риторике. То же самое мы говорим про ОПЗЖ. Это те же самые рейтинги партии региона, минус Крым и окопированные территории Донбасса. И вот вопрос, куда двигаться дальше. Тогда на срединном поле в Украине тоже было много партий, которые между собой играли. То есть там Литвина и все остальные, которые сейчас их подхватывают с другим народом. Но это как бы ненадолго. Но сейчас очень интересная картина. Если мы откроем эти рейтинги, то мы увидим, что, во-первых, около 30% избирателей Украины не знают, за кого голосовать. То есть они или не пришли на избирательные платформы, или просто не знают, за кого. То есть они ищут альтернативу. А второе, это то, что если эти партии, которые ты назвал, в районе 20%, то с большим отрывом, в районе 4% существует очень большая сплоченная толпа, колонна. Свобода, голос, стратегия Гройсмана, Ляшко, сила и честь. То есть они имеют по 3-4%. И вот они сейчас стоят внизу. И вот тут очень интересно, может быть, вариант. Или что вот с этими силами? И у них есть два пути. Или они будут имплементироваться и усиливать те или другую действующую партию. А есть другой вариант, когда, возможно, эти маленькие партии начнут между собой какие-то объединительные процессы, делать какие-то союзы коалиции. Или вливаться в партии старших товарищей. Или пытаться что-то строить еще. То есть, в принципе, там еще очень большое поле, которое оно есть. Оно, как на дрожжях, оно может еще вырасти. И учитывая, что поле невызначенных около 30-40%, то потенциал есть очень большой. И тут очень важно, как себя поставят старшие товарищи. Или они скажут, что мы готовы расширять свою платформу, как ты правильно сказал, говорить не только про Донбасс, это важно, и Крым. И уходить куда-то еще, там в экономику, социальные вопросы, и ставить более широкую коалицию. Или они закрываются, делают свои планки и пытаются отсекти маленьких. А маленькие, если между собой не договариваются, они провалятся. Но тогда мы можем иметь другой вариант. Мы с друзьями посчитали, как по дальнейшим рейтингам, сколько депутатов заходит от партии. То есть, если мы возьмем рейтинги Развукова, то получается 160 отслуги, 130 европейская солидарность, около 100 ОПЗЖ и около 50 батьковщин. А вот теперь из этих букв ЖОПА создать слово коалицию. Ну, невозможно. Ну, невозможно. То есть, поэтому я убежден, что вот те партии, которые я назвал, которые внизу, надо или за их счет капитализироваться старшим партиям и расширяться, или если ничего не будет, то они сами себя капитализируют, и мы можем иметь совсем другие расклады по выборам. Сергей, вот на самом деле, слуги народа, вот в ситуации, когда они оказываются между оппозиционной платформой Медведчука и европейской солидарностью Порошенко, им нужно с какой-то из этих сил договариваться, даже уже сейчас, после местных выборов, с кем они будут договориться? Или со всеми, как они говорили, до выборов? Это было неизбежно, и Владимиру Зеленскому об этом многие говорили еще перед президентскими выборами, что так постоянно не будет. Не будет той электоральной ситуации, которая была в 2019 году все время. Потому что отвалятся либо те люди, которые голосовали за слуги, за него, и которые ждали голубевающей евроинтеграции, либо отвалятся те, кто голосовал за него и ждал дружбы с Россией. Но это было совершенно неизбежно, они попали в эту ситуацию, и на самом деле риторика не позволяет договариваться ни с одними, ни с другими. Потому что и любая договоренность либо с европейской солидарностью, либо с ОПСЖ будет означать дальнейшую потерю и третингу. Поэтому тут ситуация не очень веселая, прямо скажем, у правящей партии. Оставаться в центрийском поле, на этом поле играли и Литвин, и Мороз, и кого там только не было, но это всегда было в районе 5%. Поэтому большой перспективы у центрийской партии в Украине при очень поляризованном обществе я, откровенно говоря, не вижу. Тем более я не очень понимаю, как при таком подходе выходить дальше из того же конституционного кризиса, о котором мы, очевидно, будем говорить с вами дальше. Потому что без политических партнеров слуга народа этот вопрос не решит. Почему? Потому что для этого надо конституционное большинство. И с одной стороны, этот вопрос надо решать, с другой стороны, это политически очень чревато для их рейтинга. Что выберут они, рейтинги или решение вопроса, посмотрим. Это программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами политолог Виктор Таран и журналист Сергей Щербина ведет эту программу Виталий Портников. И мы обсуждаем политический кризис в Украине, можно и так сказать. Вот решение конституционного суда, которое, в принципе, действительно блокирует антикоррупционное законодательство. Но казалось, что выход из этой ситуации будет найден во взаимодействии исполнительной и законодательной власти. Прошло уже несколько недель, но никакого реального решения нет. Более того, стало очевидным, что президент не может решить этот вопрос, пользуясь взаимодействием законодательной власти. То, что мы сейчас видим, это не ликвидация антикоррупционного законодательства. Это сейчас есть только, ну, если мы говорим об электронном декларировании, то там конституционный суд признал неконституционным только одну маленькую норму. Это то, что если вы внесли неправильную ведомость в декларацию, против вас автоматически прожится криминальное дело. Я вам хочу сказать по большому-большому секрету, как человек, который был приучастен к этому процессу в 2014 году, к этому закону, и Сергей Щербина может подтвердить мои слова, что еще тогда конституционалисты и даже европейские партнеры предупреждали, что такую норму нельзя записывать в этот закон, потому что в Конституции Украины существует норма презумпции невиновности, а в законе заложена презумпция вины. Поэтому нельзя было закладывать эту норму, а надо было, как в других европейских странах, то есть увольнение с работы, административный штраф, любое, кроме автоматического криминального преследования. Поэтому у нас сейчас, ну, тогда, когда принимали в октябре 2014 года, тогда там ряд депутатов определенных партий, которых сейчас нет в парламенте, на этом пиарились, конечно, депутаты там. Другой вопрос, почему сейчас нельзя внести изменения в закон, хотя это можно делать на протяжении трех дней, одной пленарной недели? Это уже другой вопрос. И я тоже не понимаю, почему услуги народа, имея несколько законопроектов, того же самого Разумкова или других, этого не делают. Для чего они это штучно делают? Возможно, цель немножко другая. Не изменение в закон, а контроль над Конституционным судом. Тогда я в это поверю. Тогда это штучный кризис, и мы можем об этом говорить под этим углом. Сергей, вот почему партия власти не решает эту проблему? Хотя ясно, что эта проблема бьет по международным обязательствам Украины, по авторитету президента Владимира Зеленского, в конце концов, по общественному восприятию борьбы с коррупцией. Как уже справедливо отметил коллега Виттар, ко всему корпусу антикоррупционного законодательства, не только к этой норме, еще при их принятии были вопросы в части соответствия с Конституцией. И очень многие люди, которые понимают юриспруденции, говорили, что антикоррупционное законодательство шревато либо решениями Конституционного суда, либо дальнейшим обжалованием приговоров по антикоррупционным вопросам в Европейском суде по правам человека, где высокая вероятность победы тех, кого в чем-то обвиняют. Во-первых, видимо, сознательно делали и закладки в это законодательство для того, чтобы в дальнейшем можно было каким-то образом играть на них. Не было голосов, это все очень тяжело проходило в Верховной Раде, делалось очень часто с колес и очень часто субурно. Как решить сейчас этот вопрос? На самом деле, решить этот вопрос простым голосованием Верховной Раде, насколько я понимаю, не очень возможно, ввиду того, что Конституционный суд постановил несоразмерность уголовного наказания за недостоверное декларирование. То есть существует решение Конституционного суда, которое, в общем, связывает руки для того, чтобы внести снова в уголовный кодекс эту норму. Единственный выход из ситуации, который я вижу, это действительно согласовывать все антикоррупционное законодательство с Конституцией, делать антикоррупционные органы, которые обладают широчайшими полномочиями в отношении возможностей преследования высших руководителей государства, делать их конституционными органами и пытаться в Верховной Раде собрать конституционное большинство для того, чтобы, наконец-то, принять антикоррупционное законодательство в том виде, в котором ему не будет угрожать ни Конституционный суд, ни дальнейшее крушение этих дел в европейских инстанциях. Это долго, это муторно, это непросто, это целый политический процесс, но кто-то должен его начинать и договариваться с другими политическими силами. Другого выхода, на самом деле, из этой ситуации нет. Контроль над Конституционным судом. Что это означает? Неужели действительно можно вот так вот, знаете, хладнокровно распустить Конституционный суд полностью и избрать новых членов Конституционного суда, даже если такие решения будут противоречить самой Конституции? Я не припомню, честно говоря, таких преследентов, даже на постсоветском пространстве, где были добровольные отставки членов Конституционного суда, вот недавно мы это видели в Республике Молдова, но никогда не было увольнения Конституционного суда парламентом, просто потому что так захотелось. Скоро увидим, в России на днях был принят закон, который разрешил президенту увольнять и предназначать членов Конституционного суда. Да, но это решение в правовой плоскости, это после референдума по Конституции, это после решения парламента. Мы можем задаваться вопросом, как это может быть, но законы все они вот прописаны теперь в Государственной Думе. Вы абсолютно правильно говорите, поэтому я тоже считаю, что ни в коем случае, вот при всем, ну, негативном, там, или отношении к некоторым судям Конституционного суда, то, что нельзя ломать через колено. Даже после революции Егидности, когда еще оставались те же самые судьи Януковича, то тогда Сергей Влаченко, девятант Абюта, он предлагал формулу, по которой они должны были написать добровольную отставку, которую должен был принять парламент. Да, и там, действительно, часть судей написала, часть нет, имели на это полное право. Но это была правовая норма. Но сейчас я категорически против такой отставки, потому что мы вспоминаем Древнюю Грецию, да, что политика – это там дискуссии, избрание потом будет лучше, то тогда бы там разные фракции делегировали бы разных людей, и они представляли бы разные срезы общества. Но сейчас у нас монобольшинство и президент. Это получается, что из 18 судей 12 будет подавать президент и его монобольшинство. Таким образом, есть риск, что Конституционный суд будет монополизирован одной политической силой, и, внимание, на 9 лет. Точка. То есть, готов ли я сейчас сказать, что я готов отдать в руки Ермака и Зелецкого, учитывая их некадровые назначения в ДБР, Тараненко, в ОПР и все остальные, на 9 лет 12 судей? Конечно же нет. Сергей, вот я должен сказать, что когда мы говорим о контроле на Конституционном суде, я задаюсь другим вопросом. А само антикоррупционное законодательство, оно не приводило к тому, что исполнительная власть, так или иначе, получала контроль над законодательной властью, над наблюдательными советами, корпораций и прочих государственных учреждений. Это ведь тоже очень важный вопрос, который нужно себе задать. Вот контроль он начинается, и непонятно, где он завершается. Я вам даже открою секрет. Вот мы с господином Тараном были членами наблюдательного совета общественного вещания, как раз на момент, когда принималось антикоррупционное законодательство. И мы проводили заседание нашего наблюдательного совета в дискуссиях, должны ли мы заполнять эти декларации, хотя мы были от общественных организаций, были от парламентских фракций, журналисты были делегированы. Безоплатно, внимание, безоплатно, мы даже не получали там дохода. Должны ли мы вообще отчитываться о своих доходах перед гражданами или нет? И, кстати говоря, четкого ответа нам никто не дал, но власть очень хотела, чтобы эта отчетность была. Потому что, естественно, когда у тебя в руках декларация того или иного лица, даже который не получает у тебя никакой зарплаты, ты уже получаешь некие инструменты контроля. Вот там вы что-то не записали, там вы не упомянули какую-то квартиру, там машину, там доход, и, пожалуйста, голосуйте, как нам нравится. И потом два года тюрьмы. И потом, да, если вы этого не сделали, вы попадаете в тюрьму. Ситуация немножко даже хуже. Почему? Потому что вы говорите о контроле исполнительных органов исполнительной власти, а где написано, что антикоррупционные органы, это органы исполнительной власти. У нас Конституционный суд впоследствии принимал целое разъяснение на телу того, что НАБУ, где у нас написано на ЗК, у нас органы исполнительные власти, а НАБУ определен как орган, имеющий признаки органа исполнительной власти. То есть статус антикоррупционных ведомств, он не урегулирован абсолютно, и понять их место в системе государственного управления Украины в принципе невозможно. Что касается самого декларирования, по сути, по моему глубокому убеждению, жесткая система декларирования возможна только тогда, когда в Украине будет произведена финансовая амнистия и нулевая декларация. Пока этого не произойдет, любая антикоррупционная система рискует превратиться в рычаг давления, потому что все прекрасно знают, как существовала Украина в течение последних 30 лет, как в Украине зарабатывались деньги, как работала правоохранительная система, как работал бизнес, как работали суды и каким образом получали люди элементарно зарплату каждый месяц. Давайте в завершение нашего разговора попытаемся вообще понять, какие пути выхода из этого конституционного кризиса. Я вам скажу, у меня есть ответ на этот вопрос. Наша власть декларировала при приходе в свою городовую раду на водовласть. Это замечательный повод принять законные референдумы и вынести вопросы. Например, изменение 13-го раздела Конституции, который по той же Конституции можно изменить только на референдуме. И именно в этом разделе, в том числе записан Конституционный суд и часть его полномочий, вынести это на референдум и сделать конституционную реформу, чью существенную, с изменением базовых разделов Конституции путем всенаводного голосования. Другое дело, что это скучно. Это, с точки зрения политтехнологии, не так интересно, не так весело. И вряд ли этот референдум будет пользоваться широкой популярностью. Но это на самом деле единственный нормальный путь, который есть из этой ситуации. В Украине правовую систему надо вернуть в легитимное поле, потому что она из него вышла, как мы с вами, Виталий, однократно говорили, чуть ли не при политреформе 2003-2004 года и назад, в общем, не сильно возвращалась. И мне кажется, что вернуть все в правовое поле и сделать нормальную конституционную реформу, которая бы наконец-то согласовала все украинское законодательство, и не было бы таких рисков, которые мы попадаем сейчас, в том числе в европейских институциях при рассмотрении дел и вопросов в европейском суде по правам человека, только путем базовой реформы с привлечением суверена прописанного конституции то есть украинского лагеря. Действительно, я тоже другого пути не вижу. Чего точно нельзя делать, так это выносить всю конституцию, потому что это опасно, потому что можно... После последних заявлений пана Венеславского, это было сегодня... Это представитель президента Конституции. Да, что Украина нуждается в президентской республике с расширенными жесткими полномочиями, то мне стало страшно, потому что я понимаю, что к чему это может произвести, учитывая поляризацию общества, какие-то риски несет. Поэтому, да, надо выносить часть. И туда же, кстати, можно вынести те же вопросы, которые дискутабельные. По рынку земли можно или нельзя продавать иностранцам в каких объемах. То есть есть ряд вопросов, которые действительно надо выносить и надо о них говорить и не надо бояться. Но действительно, это же не видосик записать, видосик же прикольнее, то есть это сложно. А еще проиграть можно. Поэтому, да, действительно, власть идет удивительным путем мы опять пограблим, пограблим, пограблим. Вот сколько понимаю, то, что вы говорите, то, что говорит Сергей, даже связано с необходимостью общественной поддержки. Такого рода действия может понимать только власть, когда она имеет большое доверие. Вот год назад Владимир Зеленский, наверное, мог любые решения получить. Так нам же нужно не решение под Владимира Зеленского. Нам нужно решение для страны. То есть правильно говорит Сергей, суверен, да, обладатель всей власти должен это сказать. Только действительно, там, чтобы не было манипуляций, да, потому что референдумы самые большие манипуляции, да, вспоминаем Гитлера, Аргентину, и другие страны. Это должно быть минимум полгода подготовка, информационное разъяснение, почему, что, куда, то есть чтение. То есть это должно быть где-то период, где-то год. Я понимаю, ну, да, это длинный процесс, но если мы хотим для нашей страны конституционное будущее, то другого пути нету. Ну, даже ребенка там, ты долго растишь, а государство тем более. Спасибо, Виктор. Напомню, что мы говорили сегодня с политологом Виктором Тарном и главным редактором агентства РБК Украины Сергеем Щербиной. Спасибо, господа, что были в нашем эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, друзья. До следующих встреч. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин